Водочки мне принеси, мы домой летим. Знаю, знаю, многие ждали, ждали наших путешествий по России. Сегодня мы отправимся в Россию, надеюсь, путешествием быть. Итак, что мы сделали? Мы купили билеты за 35 тысяч на всех, а если бы купили на пару дней позже, то вообще они стоили 25. Каждый день продолжаем заниматься, купаться и приводить свое тело в лучшую форму. Решили кучу дел, осталось совсем немного, начнем. У нас и зрители, они по нашей рекомендации купили квартиру. Вот они. И живут они вот в нашем же комплексе. На самом деле мы хотели просто вместе записать какое-то видео, но не получилось, потому что она немножко приболела. И в связи с этим налепила пельмешек и принесла нам вот пельмешки ручной лепки, прикиньте. И еще мороженое, пацана. Так что сейчас будем готовить. Офигенно. Спасибо большое, если смотрите. Класс. Спасибо, Гаварин. Вкусно, Гаварин. Вкусно, Гаварин. Спасибо. Спасибо. Мирошка с нами, потому что идем встречаться с нашими... Вон они, друзьями. Там Настенька маленькая приехала. Только Женька в Питере остался. Привет. Эти, вот они, друзья, международники, а. Это ваша вторая общая страна, дети. Еще больше интересных фотографий в нашем телеграм-канале. Мирошка говорит, вот она Настя. Сейчас старшего буду встречать. Подругу. Здесь моя любовь к шелу. Так, а что, а вы не так, да? А мы вот так. А мы что-то тут. Да, я что-то под привычку. Мы не по-турецки. Разбирайте, разбирайте. Вообще, на самом деле, все дела сделаны. Все, что можно было переделать, мы переделали. Я записал отдельный выпуск про наши планы на лето, про цели, которые мы ставили на эту поездку. Мы все сделали. Обязательно его посмотрите. Осталось еще чемоданы собрать. У нас на самом деле немного своих вещей. Надо сейчас вот это вот все убрать сюда. Вот это да. Вот это мы утрамбовали чемодан. Осталась малая часть еще вот это вот упаковать тоже куда-нибудь. Ой, ребятки, вот это нам сегодня путешествие предстоит. В общем, на самом деле, путешествуем мы действительно много, да, кто за нами давно наблюдает, давно подписан, знаете, что вообще в последнее время мы даже очень много летаем. Каждое свое путешествие мы стараемся улучшать. Улучшать именно в мелочах, чтобы было комфортнее путешествовать. И вот пока мы летаем, сталкивались с таким дискомфортом, как сон. Особенно тогда, когда вот ты сидишь там со всеми людьми, да, и даже некуда положить голову. Когда мы были в Таиланде, мальчишкам взяли подушки, да, чтобы они спали. И тут я подумал, что Настенке нужно обязательно купить тоже такую подушку. Ведь даже автопутешествия у нас действительно долгие бывают переезды. Там из Москвы, например, в тот же Краснодар едем 13-14 часов. И поспать важно. Но подушку, особенно Настенке, нужно было выбрать настолько качественно, грамотно, какую-нибудь ортопедическую, там, с памятью и так далее. И вот решила сделать такой подарок, чтобы ее путешествия были еще комфортнее. Знакомьтесь, Настенке новый друг Мэвита. Подушечка поставляется вот в таком чехле. Здесь есть ремешочек, ее можно куда-нибудь прицепить. В комплекте у нас, давайте посмотрим, что. В комплекте у нас беруши, маска на глаза и сама подушка. А еще в комплекте идет вот такой QR-код. Его можно отсканировать. И Мэвита подобрала плейлист для автомобильных путешествий. А, Настенка, примеряй. Сразу бросается вот мне в глаза вот эта дополнительная подпорка, что не в каждой вообще подушке имеется. То есть голова вообще фиксируется. Шнурок для вот этой вот фиксации, да, чтобы еще плотнее было. И мне очень понравилось, что есть вот эти ремни, при помощи которых можно подушку пристегнуть к подголовнику. Подушка вот эта, кстати, Настенка, она с памятью. То есть она запоминает твое положение и подстраивается уже под тебя. Можно я посплю? Давай, ложись, отдыхай. Еще есть какой-то кармашек здесь прикольный для ценных вещей. Сюда что-нибудь нужно. Для заначек, ну. Кстати, чехол. Вот в обычных подушках чехлы вообще не снимаются. Амвита сделала так, что чехол здесь снимается. Кстати, важно, чтобы чистенько было, потому что с лицом контактирует с телом, да. И всегда можно постирать. После дороги постирал, и все свеженько. Да, твои путешествия будут теперь вообще гораздо это приятнее. Будешь со мной делиться? Как я о ней мечтала. А когда будут кричать дети в машине, ты будешь вставлять себе беруши. Держи. Ну, а если приобрет тебе спать, то вот, пожалуйста, новые очки вместо вот этих будешь носить вот эти очки. Полный комплект для комфортного сна. А мне, как человеку ответственному за каждый миллиметр в нашей машине в плане места, я вообще переживал, что подушка-то, ну, здоровая. И думал, а как же ее возить? А на самом деле вот такой материал, что вот, посмотрите, ее просто берешь, вот так вот скручиваешь, и она убирается в тот самый чехол. То есть, по сути, места она вообще не занимает. Видите, как это здорово происходит? Я заказывал данную подушку на маркетплейсе. Здесь видите артикулы, можете также ввести в поисковике и заказать. Ну, и ссылочку я оставлю там в описании. Ребятки, делайте путешествия комфортнее, потому что даже вот в таких мелочах вы себя будете чувствовать гораздо лучше, ведь когда дальние дороги, это важно. Блин, какая она приятная. Все, ладно, а мы полетели, ребята. В следующий раз, когда приедем уже, здесь будет дорога сделана. Тротуарчик уже, кстати, почти доделанный, но это уже в следующем сезоне. Ну, видите, даже свои машины паркуем где-то здесь на дороге, потому что к нам пока не проехать, не заехать. Но улучшение требует дискомфорта. Мы приехали на пляж, наш любимый Чамьюва. Эх, людей мало, сезон начался, мы хотим искупаться на дорожку. Вот, я не знаю, уезжать так не хочется. Ну, я думаю, вот вы представляете, каково это, когда ты только влился в эту всю движуху кайфовую, да, солнышко, вот прям вот только все разогревается, а надо уже ехать. Ну, ничего, да, Темка, скоро приедем, да? Да, на машине уже сюда. Вот и все. Ребятки, я снова приехал на стройку, и то, что я сейчас покажу вам, вы просто офигеете. Сегодня не онлайн стройка, а сегодня даже техника, смотрите. Так, ребятки, смотрите, какая красота. Мы попали на момент строительства бассейна. Вот вы же просили технику показать. Вот, пожалуйста, техника. В нашу квартиру даже теперь не пройти. Это делают бассейн, вот, который будет прямо возле нас. Тут привезли нашу зрительницу. Вот, тоже хочет купить квартиру. Решили ей показать, где взяли мы. Слушайте, просто офигеть. Вот это тут нарыли. И, аллилуйя, у нас будет бассейн. Это вот, собственно, котлован роют. Вот, как я и говорил, у нас примерно из нашего номера, хотел сказать, квартиры будет собственный выход прямо к бассейну. Но это вообще великолепно. А тот бассейн, кстати, уже достроили. Сейчас его попробую показать. Опа, из окошка покажу. Вот он полностью залит. Посмотрите, с каким видом мы будем купаться. Здесь будет вид на Тахталы. Три бассейна в комплексе. Гора Астероид. Вообще чума. Ну, поглядите, какие виды будут с террасы. Это, кстати, не наша терраса, это квартира свободная, если что. У нас вид будет вот сюда. Попробую-ка я сейчас туда пройти. Надеюсь, получится. Ну да, получится. Пойдемте в нашу квартиру. Это, кстати, наш подъезд. Туда будет у нас нулевой этаж, коммерческие помещения. Вот наш подъезд. Вот вход в нашу квартиру. Блин, как она достроилась. Вот так поставлю широкий угол. Здесь будет у нас, скорее всего, встроенный этот, как его называют, шкаф. Здесь у нас душевая ванная комната. Вот, пожалуйста. Здесь, наверное, будет душевая, либо туалет. Здесь у нас, точнее, унитаз. Да, ну и здесь что-то. Во, вид на астероид. Вон он. Кайф. И на Тахталы. Великолепно. Эта комната. Смотрите, слушайте, вот прям. Там, ну, я не скажу, что она большая, но она крутая, потому что будет дополнительно сделана терраса. Виды. Виды. Просто чума. Вот это да. Вот с кухней. Здесь будет кухонка стоять. Посуду моешь. Вид на Тахталы. Хотя у нас будет посудомойка. Ну, и вот это основная комната, гостиная. Здесь будет панорама. Мы вот так вот все будем дело это продлевать. Вот досюда. Расширять площадь. И вообще какой вид. Вот это я понимаю. Ну, ребятки, кто хочет стать нашим соседом, не упустите эту возможность. Потому что в Кемере очень ликвидное жилье. И кто в курсе, те, конечно, сюда покупают, вкладываются. Пойдемте покажу, какой вид вот с этой квартиры. Вот это мы, получается, поднялись в угловую квартиру. Над нами, которая будет, большая дуплик. Смотрите, какие виды здесь. Это вот их этаж уже строится. Смотрите, что творится. Вы только посмотрите. Офигеть. Ну, чума. Ну, чума, конечно. Сюзанна. Еще нужно сдать машину, заказать трансфер. Кстати, насчет трансфера. Приехали мы на мойку. Файсал только помыл свою новую ласточку-малышку. Это Мерседес Вито. Вот мы сколько в Турцию прикатываемся, всегда трансферы какие есть. Это, конечно, классно. Файсал вообще сказал так. Классно же, когда за тобой приезжает Мерседес Вито, правильно? Да. Поэтому Файсал в этом году взял, расшибся, две машины, купил новых для проката, для аренды и взял для себя вот такую машину. Причем Файсал сам лично приедет в аэропорт и будет вас встречать, да? Да. То есть у тебя водителей не будет? Нет. Сам. Сколько человек помешается сюда? Дэвид. То есть вы можете большой компанией приехать. Да. Девять человек. Салон большой, просторный. Все-таки это бусик. Бусики это класс. У нас тоже бус, правда, мультивен. Смотрите, какой огромный багажник здесь. Есть поместься ваши все чемоданы. Уютно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опа! Для седьмого человека. Ну и если у вас больше семи человек, то два человека сядут вот сюда вот вперед. Вот так вот будете ехать, сидеть прям с Файсалом. В общем, ребятки, знайте, что в Кемере свои люди, кто вас может встретить, спас водить, накормить и так далее и тому подобное. Контакты Файсала, как всегда, в описании смотрите. Записывайте номер, чтобы потом не писали там в соцсети. Ой, а дай контакт, я не записал. Но, даже если вы в этом году не едете в Турцию, просто сохраните себе контакт, чтобы в следующем году пригодиться. Мы всегда здесь. Я уже в Кемере почти 20 лет. Я почти тоже 20. Да. 20 месяцев. В общем, ребятки, контакт сохраняйте. Файсал ждет в гости. Спасибо. Мы ждем вам, ребята. До встречи. Спа сводить. Сезон начался и Файсал запустил спа-центр. Достаточно большой. Есть ресепшн, массажные кабинеты и даже есть вип-комнаты. Хамам. Дорогие друзья, это надо первый день начала отпуска сделать. Потому что после пилинга вам будет новая кожа. Вам будет готовиться солнце. Получить все витамины за солнце. Сауна, бассейн, тренажеры, пилинг, бар, зона отдыха. А для того, чтобы массаж был на высшем уровне, он сюда привез двух таяк и одну балийку. Расценки сразу прозрачные. Но Файсал говорит, что для моих зрителей это вообще не актуальные цены. Да? Сколько всегда есть, нет проблем. Обязательно сюда. Утро вылета. Вообще ничего не успеваем. Я хотел еще тачку помыть, убраться там, чтобы Файсалу ее отдать. Суета нам до выезда осталось буквально, наверное, час. Еще вещи, кстати, не собраны. Но я надеюсь, что успеем. Это каждый раз такая история. Сюда игрушки надо сложить. А сюда весь мусор из машины. Еще нужно в самолет обязательно купить чупики, водичку, пока был в аэропорту. Это прям всегда берем какие-нибудь мармеладки, чтобы дети не скучали. Последний раз, когда я так в машину, здесь видите, вот такие вот открытые прям автомойки. Нужно было просто лиру закидываешь, и все. А сейчас нужно обязательно купить жетончики для воды, для пены и для пылесоса. Если вы меня спросите в комментариях, зачем мы так делаем, типа, перед тем, как съехать, убираемся в квартире, перед тем, как сдать машину, моем машины, если все равно будет клининг, если все равно тачку загонят мыться. На самом деле, это простой. Брали чистые, возвращаем тоже чистые. Ну а теперь мчим домой, дособираем быстро вещи, и все, и ждем трансфер. У нас до трансфера-то осталось 30 минут. Как вообще успеть, я вообще ничего не понимаю. Мы готовы, как говорится, вот сговушки. Как нас тут провожают. Мы доехали. Эх, как же не хочется уезжать. Что, Мироша? Давай, садись. В аэропорту людей просто тьма. Наша задача сейчас найти наш рейс и идти на стойку регистрации, побыстрее желательно. У нас классно, не так много людей. Как, например, вот в этой очереди, просто трындец. А у нас хорошо. Все, прошли мы регистрацию, все нормально, багаж тетелька в тютельку. Теперь поднимаемся на второй этаж, идем на паспортный контроль. Полтора часа до вылета. Уважение, да вроде бы и медленно. Обсуждаем, как работает все в курсе. Вроде бы и медленно, и с другой стороны как-то все четко, да? Все, мы на паспортном контроле. У них вообще паспорт такой. Короче, нас снова завернули и отвели опять в полицию. И ничего не объясняет, что происходит. Ну все, Носенка, впечатления твои. О чем? Мы ничего не поняли, короче. Нам опять в миграционном офисе какие-то бумажки. Дали нам еще девчонки, и мы понять не можете к чему. Звоним в Хайсалу, чтобы он перевел. Они типа нет, нет, не будем. Короче, фиг его знает, что это такое. В общем, как обычно, посмотрим в следующий приезд, что же это такое было. Но они поняли. Спросил, ноу проблем, она говорит, ноу проблем. Я говорю, штраф она, ноу. Я говорю, ну ладно, может что-то там фиксирует для себя. Не знаю. Ценки, конечно, в аэропорту на еду просто начинаются от 3 евро. За 7 пицца 4, а если какие-то там бутербродики брать, то это и 8 евро. Знакомьтесь, я салат за 10 евро. Мы с тым уже все ждем посадку. Пришли уже все ребята, наверное, прям сейчас уже начнут запускать. Единственное, что я не понял, у нас посадочные билеты не победовские. Хотя покупали победы. И самолет не победа. Странно. Все, мы прошли. Здесь еще была дополнительная проверка ручной клади. У всех все это опять проверяют. Но у нас вроде все хорошо, поэтому двигаемся дальше. Все, мы летим. Летим на родину. Но пока сейчас будем лететь. Мы взлетели. Как вы могли заметить, нас рассадили. Летим с родиком. Да. Нам объявили, что мы снижаемся, поэтому мы снижаемся. Но я тут подумал, ни разу не пользовался вот этой функцией. Попросим воды. Первый раз нажал. Сервис все-таки в победе немножко есть. Водочки принесли. Я ему говорю, водочки мне принеси, мы домой летим. Принес. А запить ничего не принес. Не закусить. Я думал, эта тема уже отошла хлопать. Нет, кто-то еще продолжает хлопать. Зачем? Только непонятно. А, это ты. Ой, прикол. Все. Мы на местности. Мы приземлились на 30 минут раньше. Это не может не радовать. Это прям круто. Мы на родной земле. Все. Встречай. Блин, Москва встречает просто вот таким солнцем. Это круто. Идем на контроль. Опа, молодец. Мы спускаемся за багажом. Паспортный контроль прошли. Вот я говорю, когда большая семья, это прям вообще. Уже все прошли, мы одни там стоим. Молодец. Что-то я прям очень доволен. Уже и багаж сразу получили. Все прям максимально быстро. Минут 10 еще ожидания. Вот в этом вот зале. И все, выходим на улицу. Дышать московским воздухом. Как у вас тепло-то, а? Мы давно так вообще не пролетали, чтобы был закат. Вот такая прекрасная погода. И тут мы прям из Турции, понимаете, привезли. Поэтому все, кто из Москвы, можете благодарить нам в комментариях за солнышко, которое мы вам привезли. Анталийского. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он был махан рукой. Он пошел к собачке. Миро, как все домой, да? Да, Мирося. Иди, бабочки, обнимайся, теперь. Привет. Мой-мой, так ты любишь, ты любишь. Соскучился. Да. Привет, сынок. Привет, Морозов. Привет, Морозов. Привет. Да, сынок? Я что, побежала на рынок? В общем, кайф в России, знаете что? Это вот дагестанские помидоры. Да. Помидоры, которые можно питаться одними помидорами. Ммм. Это нереально. Мамулька готовит. Блин, мы так устали. Просто невероятно вообще. Как будто мы вот из Таиланда, перелет лучше, да, как-то прошел. А сейчас вот прям все вот такие вот разбиты, уже, маме говорим, быстрее накладывай. Видимо, еще то, что не кормили и так далее. Давай, мама, накладывай, а то придется тебя съесть. Так. Ребятишка. Сколько накладывай? Да немного. Ну я еще с Мирошкой. А, ну тебя же еще Мирошкой. Блин, устали невероятно. Все, будем кушать. Мирон, сядь, ты же кушаешь. Я сейчас три негрета еще подложу. С приездом. А кто куда пошел? Мадыр ухожешь. Давай. Минимал. Минимал. Минимал.